Залог успеха любого продукта – качественное сырьё и строгое соблюдение технологий производства. На Бобруйском мясокомбинате это правило соблюдается более 9 десятилетий. Начинается всё на участке обвалки и жиловки. В день заготавливается около 18-20 тонн отборной свинины и говядины. В колбасно-кулинарном цеху в коптильно-варочных камерах изделия проходят термообработку. Например, сардельки томятся два часа. Выдерживается температура 72 градуса. А здесь при 11 по Цельсию на специальных рамах сушатся сырокопчёные и сыровяленые колбасы. Альпийская, Еврейская, Княжеская, Имперская и Шалом дозревают 14 дней. Оборудование у нас в цеху очень хорошее. Насчитывает порядка шести шприцов для колбасных изделий. Линия сосисочная, три кутера современных. Предприятие производит товарную продукцию на 7 миллионов рублей в месяц. Современное оборудование позволяет сократить количество ручного труда и максимально его облегчить. В списке выпускаемых колбас и полуфабрикатов полторы сотни наименований. Отменным вкусом останутся довольны даже самые взыскательные гурманы. Технологи предприятия воссоздали докторскую 1936-го. В ней полностью выдержана рецептура того времени. Только натуральные компоненты. Свинина, говядина, молоко, яйца, специи и никакой химии. Килограмм 11,5 рублей. Здесь экспериментируют со вкусами, оболочками и упаковкой. Сохраняют верность качеству, находят золотую середину сочетания старинных рецептов и современного технологического подхода. Новаторские разработки неизменно завоевывают не только сердца покупателей, но и победы в профессиональных дегустациях и конкурсах. В этом году на продэкспо в Москве говяжий копченый вареный язык признан лучшим продуктом года. 2022 год для коллектива работников открытое акционерное общество «Обрусский мясокомбинат» стало очень напряженным и очень продуктивным. По сравнению с январем мы более чем в три раза увеличили объемы производства колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. Увеличение объемов производства основной продукции позволило нам увеличить реализацию продукции на экспорт, в том числе по колбасным изделиям, и достичь показателя более 1 миллиона долларов в месяц. Бобруйскую продукцию хорошо знают и ценят в России, Казахстане, Армении, Кыргызстане. Но основные покупатели все же белорусы. Знаменитые сардельки колобки с сыром, колбасы форштадтская и классическая, сервелат ореховый, сосиски белорусские. Можно увидеть на прилавках столичных супермаркетов и крупных ритейлеров областных центров. В нашем городе к услугам потребителей пять фирменных магазинов и столько же специализированных павильонов. В магазине представлена как продукция дешевого класса, так и продукция дорогого класса. То есть мы рассчитываем на разный сегмент рынка. Делаем акцент на новинки. Мы производим абсолютно новую колбасу, вязаная классическая, вареная. Колбаса полукопченая домашняя из печи. Пока на внешних рынках пустеют полки магазинов, на внутреннем отмечается стабильный спрос. Удовлетворить его – задача, поставленная главой государства. Молоко и мясо обеспечивают сейчас самые прочные показатели в вопросе продовольственной безопасности. А значит, есть возможность накормить не только себя, но и других. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.